Девушки отдыхают На официальном сайте Плеханов ТВ и на сайте Рео Также во внимание принимались и ваши персональные голоса Отправленные на электронный адрес Mediacenter.reo.gmail.com Голосуйте чаще и помните Каждый ваш голос имеет значение Девятку лучших открывает выпуск Нового 20-серийного телепроекта Галерея ректоров Плехановки Который был посвящен Мартыну Ивановичу Латису 485 зрителей поинтересовались его биографией С 1932 по 1937 годы Наш вуз возглавлял Мартын Иванович Латис Один из основоположников и руководителей ЧК ОГПУ Революционер, школьный учитель Он был членом Петроградского комитета РСДРПБ Организатором Красной Гвардии Членом Выборгского районного штаба По подготовке вооруженного восстания Затем членом Петроградского ВРК И руководителем бюро комиссаров ВРК В 1918 году он возглавил отдел ВЧК По борьбе с контрреволюцией Одно время заменял Дзержинского На посту председателя ВЧК Член первой тройки На девятой строчке нашего хит-парада В феврале месяце оказался 111 выпуск программы «Афиша» Его очаровательная ведущая Катерина Анаприенко Поведала о том, где и как провести свободное время 573 просмотра Предлагаю начать с новости От Центра информационных коммуникаций Если ты занимаешься разработкой iOS-приложений Тогда данная информация будет актуальна для тебя Заинтриговала? Тогда слушаем подробности от Сергея Ясакова Сергей? Да, Екатерина Дорогие плехановцы В рамках 110-летия нашего университета Объявляется конкурс на создание iOS-приложения Вы можете отправить свою заявку до 5 марта На почту appsobacare.ru Подробнее о конкурсе вы можете прочитать на сайте университета Очная защита ваших проектов пройдет в марте 2017 года После чего победитель сможет реализовать свой проект В эфире ТОК-10 ваших любимых программ Плеханов ТВ Впереди восьмая позиция И вновь в десятку лучших попадает телепроект Галерея ректоров Плехановки В котором мы знакомим вас с личностями Руководившими университетом в разные годы Выпуск, посвященный Александру Васильевичу Анохину Пришелся вам, зрители, по вкусу 594 просмотра В 1931 году ректором нашего вуза был Александр Васильевич Анохин Советский партийный, политический и государственный деятель Участие Первой мировой войны После революции 1917 года Он занимал ответственные должности В губернских рефтрибуналах Политотделах, исполкомах В различных областях России В 1924 году Александр Васильевич Анохин Стал заместителем председателя Совета народных комиссаров Белоруссии Затем начальником налогового управления Наркомата финансов СССР Начальником главного управления коммунального хозяйства НКВД РСФСР Думаю, каждый из вас согласится с тем, что Плехановка – великолепный университет, который грамотно организует не только учебную деятельность, но и наш досуг Так, например, в феврале состоялась традиционная Плехановская лыжня Которая подарила своим участникам море эмоций и впечатлений 658 просмотров и это седьмая позиция нашего чарта Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Обратила на себя внимание и программа «Афиша» с Дарьей Валгиной И хочется отметить, что дебют Даши, несомненно, удался Так держать! Выпуск с участием новой телеведущей посмотрели 736 раз И это шестая позиция февральского топ-10 И начнем мы, пожалуй, с событий, которые состоятся в стенах нашего университета Так, совсем скоро пройдет праздник всех мужчин Который также будет отмечаться в нашем университете И все подробности нам расскажет Ирина Крайнова Да, Ирина? Хорошо, Даша Совсем скоро вся наша страна будет отмечать замечательный праздник День защитника Отечества В этот день принято поздравлять мужчин И мужчины нашего университета тоже не останутся без поздравлений 22 февраля в 10.00 в коридорах третьего корпуса Будет проведена конкурсная программа специально для наших мужчин Там они смогут не только поучаствовать в конкурсах И погрузиться в атмосферу праздника Но и получить приятные и полезные призы А, кстати, нашим главным призом будет сертификат на обучение в автошколе Дорогие наши мужчины, мы сердечно поздравляем вас с этим замечательным и прекрасным праздником Желаем вам оставаться смелыми, сильными людьми, на которых всегда можно положиться Ждем вас на нашем мероприятии и очень надеемся, что вы отлично проведете время И получите кучу положительных эмоций С Днем Защитника Отечества В эфире ТОП-10 самых признанных программ Лиханов ТВ Мы подошли к пятому месту Золотая середина Миллиарды просмотров и сотни миллионов часов воспроизведений Такова ежедневная статистика платформы Ютуб Лиханов ТВ также предлагает вам оставаться в тренде И знакомит вас с самыми известными и популярными роликами Январский выпуск программы ТОП-10 самых прикольных роликов Ютуба Посмотрели 806 человек Давайте же перейдем к его фрагменту Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова ТОП-10 Четвертое место присуждается «Триумфатору месяца» Подумать только из четырех выпусков программы Афиша Три попали в десятку лучших Вот это я понимаю успех Анна Петрова расскажет вам о самых интересных событиях в Москве Восемьсот семьдесят три просмотра Студенческие отряды Это крупнейшая молодежная организация, которая занимается трудоустройством студентов по всей России На базе нашего университета существует четыре вида отрядов Первый это круглогодичный отряд, такие как Эльбрус и Нежинская Они работают в течение всего года в свободное от учебы время Вторые отряды это отряды аниматоров Это организация досуга в течение всего дня Детей, преподавателей, студентов и просто отдыхающих Далее это летние отряды, здесь ребята работают в течение трех недель в разных подразделениях университета И последнее это отряды вожатых Здесь ребята отвечают непосредственно за детей и организацию их досуга И поэтому приходи в сводный студенческий отряд «Плехановец» и проведи свое время с пользой Это по-прежнему хит-парад ваших любимых программ «Плеханов ТВ» Впереди у нас тройка лидеров Почетное третье место заслужил телепроект «Подио» С его неподражаемой ведущей Катериной Анаприенко Напоминаю, что данный проект создан специально для самых модных, стильных и продвинутых личностей 973 просмотра Привет, Плехановка! В эфире программа «Подиум» и с вами я, Катерина Анаприенко Все предыдущие выпуски мы обсуждали тенденции зимнего сезона А сейчас пришло время уделить внимание весеннему Ведь это прекрасное романтичное время года уже на подходе Хотите узнать все подробности? Тогда поехали! Сегодня в программе Какие прически будут носить стильные девушки в 2017 году? Чем на этот раз удивит модный дом Кристиан Диор своих поклонников? Репортаж с показа «Весна-лето» 2017 И какой макияж будет в тренде в новом году? Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Подиум» Пожалуй, начнем с наших волос Образ современной девушки трудно представить без модной прически Которая подходила бы ее типу лица, а также предпочитаемому стилю одежды Нежелательно, чтобы прическа и наряд существовали отдельно друг от друга Они должны приятно дополнять друг друга Серебряным призером февральского ТОП-10 становится репортаж, посвященный 110-летию университета Данное мероприятие прошло в формате делового завтрака С юбилеем поздравить Плехановку прибыли такие знаменитые личности, как Министр образования и науки Ольга Юрьевна Васильева Генеральный директор группы компании «Ростех» Сергей Викторович Чемизов И именитые выпускники Плехановки, в число которых входит председатель Отчетной палаты Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова 1637 просмотров Давайте же вместе перейдем к фрагменту данного репортажа 15 февраля в рекреационном зале первого корпуса РЭО состоялся деловой завтрак Будущее высшего образования и развития университетов, приуроченной к 110-летию Плехановки Поздравить наш ВУЗ с юбилеем и порассуждать на актуальную тему Приехали министры российского правительства, губернаторы нескольких регионов, ректоры ведущих московских вузов, многочисленные СМИ и другие почетные гости Ровно в 10 часов с приветственным словом к собравшимся обратился ректор РЭО Виктор Иванович Гришин Уважаемая Ольга Юрьевна, уважаемые высокие гости, коллеги Я рад приветствовать в этот радостный для нас день всех вас Я благодарен вам, что вы в своем графике достаточно напряженном выбрали время для того, чтобы побыть вместе с нами И обсудить тему будущее высшего образования в России, преобразование университетов Она для нас, для всех, по-моему, представляет большой интерес Я надеюсь, что наша сегодняшняя дискуссия что-то нам прояснит Мы обязательно все это запишем, мы выпустим сборник Я надеюсь, что наше обсуждение будет достаточно динамичным и для всех нас полезным Очевидным лидером февральского хит-парада становится третья серия телепроекта Первый экономический «110 лет во благо России», который на 28 февраля посмотрели 2458 раз Напоминаю, что данный проект знакомит нас с историей Плехановки И рассказывает обо всех знаковых событиях, происходивших на протяжении 110 лет МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Домовая церковь В честь иконы Божией Матери взыскания погибших Была построена в 1903-1905 годах В составе корпуса Женского коммерческого училища Московского общества распространения коммерческого образования Деньги на строительство пожертвовал московский купец Павел Григорьевич Котов Член общества, который давно мечтал Возвести храм на углу Зацепы и Большого Старочиновского Место действительно очень подходило Заодно решено было построить и корпус для Женского училища 29 сентября 1903 года Павел Григорьевич преподнес обществу 150 тысяч рублей С условием, что 90 тысяч будут использованы на строительство церкви А 60 тысяч на строительство здания Женского училища Не удивляйтесь, сумма эта по тем временам была огромной Приблизительно 300 миллионов рублей В переводе на теперешние деньги Мы смотрели топ-10 ваших любимых программ Плеханов ТВ Напоминаю, что данный проект мы создаем с вами вместе Лидеры выбираются путем совокупного подсчета голосов Со всех социальных сетей Ютуба, сайта Рео И с официального сайта Плеханов ТВ Не забывайте присылать и ваши персональные голоса На наш электронный адрес Mediacenter.reo.gmail.com С вами была я, Маша Жданова Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин